Друзья мои, всем привет! Если вы хотите научиться понимать реальный смысл фраз и предложений, то тогда это видео для вас. Каждый из нас склонен к тому, чтобы идеализировать человека, который нам нравится. Мы найдем тысячи причин, почему он поступил так, а не иначе, но все эти причины будут верными только лишь в нашей голове. И здесь, сделав в особенности нашего мозга, видеть только то, что он хочет видеть. Я очень часто об этом говорю, о том, где ваш фокус внимания в данный момент и на что нацелено сейчас ваше мышление, ваше сознание. Каждый день я получаю сообщения от женщин, которые интерпретируют поведение и слова своего мужчины, который им нравится. Я прихожу в ужас от этих интерпретаций. И дело не в том, что женщины какие-то глупые или какие-то необразованные, или им 15 лет. Нет, дело в том, что когда мы становимся главным действующим лицом всей вот этой вот ситуации, которая разворачивается в нашей жизни, мы теряем способность объективно воспринимать реальность. Это знаете, как сапожник без сапог. Так же происходит и здесь. Такой человек настроен на то, чтобы сохранить отношения, чтобы быть со своим любимым человеком. И он ищет, именно ищет подтверждение того, что это возможно и отношения все-таки сложатся, получится точно таким способом, каким ему там видится. И поэтому такой человек интерпретирует все действия так, как хочет он сам их интерпретировать. И об этом мы как раз сегодня поговорим. Конечно, такой тип поведения больше характерен для женщин, но сами женщины же пользуются такими же фразами, такими же словами для того, чтобы сообщить мужчинам о точно таких же вещах. Поэтому видео будет полезно всем. Итак, хит-парад фраз, которые мы неправильно интерпретируем, когда они адресованы именно нам. Первая фраза это «я боюсь» и все ее интерпретации. Мне страшно, я переживаю, я беспокоюсь. Чего может бояться мужчина? Ну, мужчины говорят, что они боятся влюбиться, они боятся отношения, они боятся начать жить вместе. Они боятся, что вы окажетесь такой же меркантильной, как его бывшая. Но на самом деле, когда мужчине нравится, когда он любит девушку, женщину, единственное, чего он может бояться, это потерять ее. Все остальное это просто дурацкие отмазки. Его устраивает сложившаяся ситуация, сложившееся положение вещей в ваших отношениях. Он не хочет ничего менять. Хочет, чтобы вы от него отстали, потому что, видите ли, он боится. Следующая группа фраз это все фразы со словом «никогда». «Я никогда ни на ком не женюсь», «Я никогда ни в кого не влюбляюсь», «Я никогда ни по кому не скучаю», «Я никогда никому не привязываюсь». Можно до бесконечности вот это вот повторять слово «я никогда не». Дальше ставьте подходящий вам вариант. Так вот, как интерпретировать эти фразы? Интерпретируйте их так. Убирайте слово «никогда» и вместо слова «никогда» добавляйте слово «тебя». И получается «Я тебя не люблю», «Я на тебе никогда не женюсь», «Я по тебе не скучаю», «Я к тебе не привязался». Что ты начинаешь? Все же хорошо. Вот жили и живем. И что, вот зачем вот эти вот какие-то допросы? Зачем ты начинаешь выносить мне мозг? Успокойся, все должно быть так, как оно сейчас есть, потому что я такой человек, и принимай меня таким, какой я есть. Это тоже своего рода манипуляция, и нужно быть очень внимательным, потому что такие мужчины, вот они сегодня тебе говорят «Я никогда». Проходит какое-то время, и он встречает женщину, которая действительно ему нравится, и он женится, и влюбится, и будет скучать, и все вот это, что он говорил, никогда не. И жизнь показывает, что действительно очень часто бывают такие ситуации, когда там мужчина, женщина живут 5 лет вместе, и он ей говорит «Да я вообще никогда не женюсь, мне этот брак вообще не нужен». В итоге они через какое-то время расходятся, и что происходит дальше? А дальше, допустим, там 3 месяца прошло, и мужчина уже там пошел в ЗАГС с другой женщиной. Вот. Мужчины любят фразы не только со словом «никогда», но и со словом «сейчас». Мне сейчас не до всех этих розовых соплей. Я сейчас не хочу жениться, я сейчас не хочу съезжаться, мне сейчас не до отношений, у меня сейчас другие дела и заботы. Переводите все такие фразы точно так же, как и предыдущую группу. Добавляю слово «с тобой». Я не хочу жить с тобой, я не хочу встречаться с тобой, не хочу отношений с тобой, потому что это единственное, что работает. Но говоря вот это слово «сейчас», как бы мужчина подразумевает, что ты ни на что больше не рассчитывай, потому что потом я тебе скажу другие волшебные фразы. Я же тебе ничего не обещал, я тебе вообще ничего не должен. Следующая группа фраз «ты достойна большего», «ты красивая», «ты идеальная», «ты божественная», «тебе нужен другой мужчина», «у тебя и без меня хватает проблем». Все эти фразы ничто иное, как призыв к тому, что вам нужно прямо сейчас закончить все ваши отношения и больше никогда не встречаться, и мужчина не хочет абсолютно ничего общего иметь дальше с вами. Но многие женщины воспринимают эти фразы только как начало ко всему остальному, к какой-то остальной череде событий. Я сама, знаете, тоже 10 лет назад стала жертвой этой фразы, потому что мне там мальчик сказал, что «ты идеальная и между нами ничего быть не может». Я потом еще очень долго сидела и думала, что он ко мне вернется, потому что ну как же, я же идеальная, он же считает меня идеальной, от идеальных людей как бы никуда не уходят. Поэтому он осознает все и вернется ко мне. Вот я сидела и ждала его там месяцами, ну вообще как бы жуть, конечно. Но дело в том, что когда мне было 20, у меня не было, вообще не было Ютуба, и я не могла ниоткуда узнать информацию о том, что эта фраза на самом деле является манипуляцией просто для того, чтобы смягчить удар о вот этом вот расставании. Но на самом деле человек так не думает, что вы идеальная, потому что, понимаете, от идеальных людей, от красивых, прекрасных не уходят. Если он ушел, значит он так не думал. Но, опять же, расшифровывайте эту фразу дословно, что да, вы самая красивая, вы самая лучшая, вы самая идеальная, вы самая прекрасная. Просто он так не думает. Но какая разница, что думает об этом какой-то Вася, самое главное, что думаете об этом вы. Дальше хочу с вами разобрать группу фраз противоположных, то есть когда мужчина, ну или женщина начинает принижать самого себя. То есть это я такой разглядя, это я еще не нагулялся, да я вообще бездарь, да я вообще тебе не подхожу. Принижая себя, он пытается как бы смягчить этот удар о том, что, опять же, отношения между вами закончились, все, это конец. Вы должны четко понимать, что такая фраза означает только одно, что в данный момент времени этот человек не хочет с вами никаких отношений, нужно от него отстать. И просто он использовал не совсем удачный манипулятивный прием, который, наоборот, вызывает противоположную реакцию и желание доказать, что да нет, ты хорош, да я тебя спасу, да ты как бы вообще не распиздяй, я тебе помогу, и все у нас будет хорошо. В следующую группу фраз я объединяю такие фразы, которые в одном предложении содержат абсолютно противоречивый смысл, и ты не можешь понять, что вообще имел в виду человек. Какие это фразы? Ну это что-то из серии «Ой, ты меня так возбуждаешь, что нам, наверное, надо расстаться», или «Я так жутко начинаю тебя ревновать, что давай меньше с тобой будем общаться». Воспринимайте это не что иное, как, опять же, неудачную манипуляцию, когда человек хотел просто смягчить удар о том, что вам нужно расстаться, или вам нужно как-то меньше видеться и меньше думать об этом человеке. Но мысль о том, что вы сексуальная кошечка, будет согревать вашу душу. Уж поверьте мне точно. Фразы, снимающие ответственность с мужчин из серии «Я тебе ничего не должен», «Я тебе ничего не обещал», «Я тебя не держал и не держу». Очень многие начинают трактовать как какой-то призыв, что «Это я виновата, это я всё испортила, я сейчас вообще всё изменю и всё будет по-другому». Нет, не будет. Это чёткие слова, чёткий посыл, который даёт вам человек о том, что пора уходить и идти дальше. Его устраивает тот вид отношений, который у вас есть. Если у вас там секс раз в неделю, всё, его устраивает это, ему не надо большего, а если вам надо большего, то бросайте его и уходите. Просто он хочет переложить ответственность за всё, что происходит с вами, именно на вас. Как будто он здесь вообще ни при чём, и звать его никак, и вообще он здесь первый раз. Фраза «Ты не можешь мне ничего дать, кроме секса» означает именно это «Ты ничего не можешь мне дать, кроме секса», а не как призыв дать что-то ещё больше, ещё сильнее, начать за ним, не знаю, тапки ему стирать, приносить, гладить, готовить. Потому что все эти действия, которые вы будете делать, кроме секса, то есть всё, что вы предпримите в этой ситуации, будет только раздражать человека. Не нужно пытаться ему доказывать, что у вас можно намного больше получить от вас, чем просто секс. Потому что такое поведение приведёт к следующей фразе, которая звучит примерно следующим образом. «Я устала от отношений». И эта фраза будет означать то, что «Я больше не хочу с тобой никаких отношений, пожалуйста, давай расходимся». На самом деле фраз существует огромное множество. Но я думаю, сегодня вы поняли, как примерно их нужно интерпретировать. И как раз сложности возникают всего лишь две. Первая сложность – это как их интерпретировать. И про это сегодня мы с вами поговорили. Вторая сложность в том, какие шаги предпринять, чтобы переиграть ситуацию так, как нужно вам. И я думаю, что на эту тему я сниму в скором времени видео, если вам, конечно, интересно. А на сегодня у меня всё. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И не пропустите следующее видео, потому что в следующем видео я поделюсь с вами очень классной новостью. Всех люблю, целую. Пока-пока.